Населённые пункты, которые окажутся на пути воды, будут просто уничтожены. Остановить её сможет только озеро Балхаш. Крупнейший в мире. Самый большой в СНГ накопитель канализационных стоков Сарбулак может выйти из берегов? Опасность реально это не из-за того, что я придумал ещё что-нибудь. Чиновники уверяют, что всё под контролем. Угрозы для окружающей среды на сегодняшний день и в ближайшее время Сарбулак не представляет. Независимые эксперты не верят, а жители посёлка в Блиссарбулак, а бывшим содержимым туалетных бачков алматинцев, излечиваются от недуга. Сужахся, Сарбулак. Приезжайте из города. Вероятность прям прорыва в ближайшее время, в течение ближайшего года, допустим, она низковероятна. Прорывной проект. Во времена города Верны нечистоты сбрасывали в выгребные ямы, но почва заиливалась, и от такой системы утилизации фекалий пришлось отказаться. Чуть позже отходы стали сливать в нынешний Есентай, тогда речке дали название Паганка. В 1935-м в канализационную трубу для обеззараживания стали добавлять раствор хлора. Самих труб было всего 42 километра, и из-за заражённой почвы в городе начались вспышки брюшного тифа. Власть ситуации прониклась и задумалась о строительстве полноценного канализационного отстойника в песках Жаманкум. В 1968-м накопитель принял первые источные воды Алматы, а в начале 70-х полностью заполнился. В 1987-м нечистоты могли подтопить трассу Алмата-Караганда, а через год рвануло. Смыл один мост, второй мост, это вот так, из Каленской трассы до Копчегая. Копчегайская трасса. Вот тут как раз шёл железнодорожный, в смысле, поезд пассажирский. Хорошо машинист успел затормозить её, всё ему убровки. Иначе там, кстати, было бы очень много жертв. Тогда погибло 13 человек, но Копчегайское захоронилище, и здесь, в общем-то, загасилась её мощь. В планах тогдашнего руководства страны были и строительство канала Аджаманкума-Дасарбулака и создание полей орошения по пути. В большой стране в это время регистрировали первые коммерческие банки, выпускали акции госпредприятий, выясняли отношения первого ПГ, менялись власти строй. И, в общем-то, мало кого интересовала судьба затерянного в песках накопителя сточных вод столицы Казахской Союзной Республики. Бывшая водоперекачивающая станция, всё сейчас, извините, в птичьих фекалиях. По замыслу с её помощью можно было орошать 20 тысяч гектаров технических культур. Сейчас практически ничего не осталось, разворовали, практически всё, даже трубы выкапывали. Но осталось только вот это вот, что не смогли унести. От грандиозных замыслов строителей светлого социалистического будущего сегодня только развалены. Сохранились шлюзовые системы до водозапорной арматуры. Всё-таки строили на века. 2013-й для Сарбулака юбилейный. Отходы жизнедеятельности южной столицы туда сбрасываются уже четвёртый десяток лет. Идиллический пейзаж, коровки пасутся, водная гладь. Только вот не купаться, не ездить рыбу из этого озера категорически не рекомендуется. Дело в том, что здесь скопилось около 1 миллиарда кубических метров отходов, произведённых жителями города Алматы. Но проблема даже не в этом. Чиновники уверяют, что вода здесь чистая. Проблема в том, что в любой момент озеро может выйти из берегов. И тогда от населённых пунктов, расположенных до озера Балхаш, ничего не останется. По крайней мере, так говорят независимые экологи. Но чиновники от экологии не столь пессимистичны в прогнозах. Вероятность прорыва они не подтверждают, но и не опровергают. В Минэкологии сдержанно кивают на службы ЧАЭС. Вероятность прям прорыва в ближайшее время, в течение ближайшего года, допустим, она низковероятна. Как я уже говорил, службы ЧАЭС постоянно наблюдают за этим объектом. Круглоэкологически ведётся мониторинг состояния тела плотины. Единственное возможное, где прорыв, это вот, как я говорил, две дамбы, за которыми постоянно ведётся наблюдение. Я считаю, что может быть прорыв по трассе, возможно, выклинивание вод делать. Сегодня уже мы без всяких исследований просто проехал, в этом районе видно, что это выклинивание идёт. Естественно, если это выходит на поверхность, оно идёт и под землёй. И где выйдет этот сток, неизвестно. Выклинивание – это когда подземные воды выходят на поверхность. Вероятно, что где-то под землёй скопился критический объём воды из Сарбулака. Впрочем, сегодня ответов на вопросы, где находится подземное озеро, не соберётся ли оно вырваться наружу и есть ли оно вообще – нет. В 1988-м в Жаманкуме было около 30 миллионов кубометров. Тогда погибли 13 человек. По некоторым данным, в 2013-м в Сарбулаке скопилось 830 миллионов кубометров. Ниже озера – населённые пункты почти с 50 тысячами жителей. 622 метра над уровнем моря – это максимальный уровень Сарбулака. Если вода, не дай бог, конечно, дойдёт до отметки 624 метра над уровнем моря, а это гребень плотины, то она просто перельётся через дамбу и пойдёт примерно вот в том направлении. Если это случится, то населённые пункты, которые окажутся на пути воды, будут просто уничтожены. Остановить её сможет только озеро Балхаш. Критический объём воды, как я сказал, выше 620-50. Это отметка 620-50 над уровнем моря. При этом объём составляет 900 миллионов. Это нормально подпёртый уровень. Максимальный объём воды – миллиард кубометров может составить при отметке 622 метра. Ну, для того, чтобы сказать, критический уровень – это составляет 622 метра при объёме 1 миллиард кубометров. Ну, за всю историю эксплуатации Сарбулака таких ситуаций и не было. Прорыва и угрозы для окружающей среды на сегодняшний день, в ближайшее время, Сарбулак не представляет. Эксплуатирующая водоём компания говорит и о том, что уровень потребления воды в Алматы всё ниже. Вода дорожает, вот горожане и экономят 10-15 миллионов кубометров в год. Поэтому и переживать за переполнение водоёма не стоит. То, что практически все говорят, но у всех есть сомнения, что так всё проводится, как говорят. То есть рекомендаций и предложений очень много, но когда начинаешь беседовать с исполнителем, когда начинаешь по каким-то вопросам дискутировать, тут же возникает сомнение, что это всё исполняется. Ну, по тем же сбросным каналам, если вы посмотрели. Ведь если посмотреть по расчётам, проектных решений, которые были предусмотрены, это одна картинка, очень хорошая, идеальная. И реально посмотреть, это другая. Там не говорилось я об этих выклиниваниях. Выполняли локальные расчёты устойчивости дамб. Эти расчёты показали, что дамбы устойчивы, что материал, из которого эти дамбы выполнены, он достаточно прочен и надёжен. Самих плотин. Но я говорю не о самих плотинах, а я говорю о грунтах основания, что вот этот вымыв и суфозий может через основание пойти. И тогда эти плотины никакой роли играть не будут. Через несколько лет между Алматы и Копчегаем планируют выстроить четыре города-спутника. Впрочем, чиновники уверяют, сливы оттуда в Сарбулак не попадут. Канализационные отходы будут переработаны с помощью высоких технологий и выпущены в реку. Представьте, что смыли вы за собой где-то в южной столице, в Талгаре или в Каскелении. После всё это попадает на очистные сооружения Алматы, фильтруется, чистится и попадает через 42 километра вот сюда, на развилку. Сейчас поток направлен в сторону реки Или, через несколько километров эта вода, собственно, там и окажется. Но сначала осени и до середины весны, бывшее содержимое наших туалетных бочков, всё то, что мы выливаем в канализацию, пойдёт сюда, в сторону озера, в Сарбулак. На этом вододелителе наша съёмочная группа была в полном составе и несколько пар глаз видели, что вода в Сарбулак летом не течёт. Поток направлен в сторону отстойников в направлении реки Или. А вот попадают ли стоки в саму водную артерию, так и осталось загадкой. В летнее время вода идёт вот по этому каналу в сторону Или. Мы имеем возможность сбрасывать воду в Или. Имеем. Но на сегодняшний день мы воду не сбрасываем. В 2012-м о Сарбулаке как об угрозе заговорили и в профильном министерстве, и в Алматинской городской управе. Внезапно ООС предложила. Нет озера – нет проблемы. В южной столице, помнится, свалку ТБО перенести не смогли, а тут целое озеро. 6 километров в ширину, 30 в длину и 25 в глубину. Сегодня главные в стране по экологии мыслят уже в противоположном направлении. Сарбулак – он не только сам накопитель, это целая инженерная структура. Это и сбрасные каналы, это системы очисток, там, вы знаете, несколько станций биологической очистки, отстойники. Это очень серьёзная инженерная структура. И просто так взять какую-то, найти впадину или там яму какую-то и туда сбрасывать – это не решение. Ведь к нему нужно подводить это всё. Убрать сарбулак – это вообще-то невозможно. Если осушить это всё, то то, что накоплено, иловые отложения, они могут привести к негативным последствиям. Речи о полной ликвидации этого накопителя сейчас, на сегодняшний день быть не может, потому что это достаточно уже большой водоём. Потом там донные отложения, они содержат большую концентрацию тяжёлых металлов, которые в случае испарения будут пылиться и нанесут огромный вред окружающей среде. Поэтому сейчас будет целесообразнее, на наш взгляд, сохранить это озеро и его использовать правильно. Как вариант создать зону отдыха в Южной Корее в почти таком же только корейском сарбулаке сейчас с удовольствием плескаются многочисленные отдыхающие, а солидные мужчины ловят рыбу. Удовольствие стоило налогоплательщикам около полумиллиарда американских долларов. Для Казахстана сумма неподъёмная. Хотя, может, в стране утренней свежести и фекалии благоухают. Для туристов фекальные реки и загаженные берега. Можно поразвлекаться бросанием камней в тину. Тут гадость какая. Или шлюз попытаться перекрыть. Всё равно никто не смотрит. Работает! За почти пять часов, что мы баловались с опорными кранами и забавлялись киданием камней в воду, любовались погибшей рыбой, никто из охраны к нам так и не подъехал. Хотя ответственные сотрудники утверждают – она есть. Они же говорят и о том, что качество воды в сарбулаке отвечает всем стандартам. В воде присутствовали все биогены в пределах нормы. То есть не превышало ПДК, предельно, допустим, концентрации. Был лишь один, по нитритам было превышение, но в целом это считается как бы нормально. Также были пробы на наличие тяжёлых металлов в воде. В этом случае также не обнаружено соли тяжёлых металлов. Там же очень много неорганических соединений. Вот если посмотреть начальные его стадии, когда сброс идёт, там же на несколько, там, 5-6 метров идёт пена. Это же моющие средства, синтетические все, которые из города идёт. Они же не подлежат очистке. Там есть станции биологической очистки до поступления сарбулак. Но это одна категория загрязняющихся. А если неорганические соединения, которые ничем не чистят, они попадают. По периметру водоёма таблички при желании можно прочитать, что ловля рыбы, купание и выпас скота здесь запрещены. Тут же на берегу натыкаемся на остатки чего-то пикника, встречаем бурёнок и спотыкаемся о старые рыболовные сети. В нескольких десятках метрах от накопителя непонятное капитальное строение. Здание огорожено по всем правилам военной науки. Ни одной щели в заборе, во дворе пара большегрузов. Запах непереносимый, из трубы идёт дым. По предположениям экологов мини-завод по копчению рыбы, ловят которую, надо полагать, всё в том же сарбулаке. Неподалёку от озера несколько домиков. В них с семьями живут бригады механиков, следящих за состоянием насосов, которыми перекачивают воду для полива. О том, что вылов рыбы в сарбулаке – это хорошо отлаженный криминальный бизнес, шепчутся местные жители. Говорят, экологи пишут в интернете. По слухам, рыбу отсюда вывозят камазами. Процесс контролирует вооруженные охраны. Данный факт, он будет как раз, может быть, основанием для усиления работы со стороны ТОСПАСУ. Контрольной работы именно там. Данный объект, он эксплуатируется и находится на балансе ТОСПАСУ, это предприятие города, которое предпринимает постоянно меры по недопущению подобных актов. У них есть посты, и они постоянно наблюдают за этим. Допустим, если там происходит, как вы назвали выше, определенный процесс, кто-то там пасет скот или вылавливает рыбу, есть на это госорганы, которые должны заниматься каждой своей работой. Моей компетенции не входит там кого-то, допустим, наказать или поймать. Моя задача – эксплуатация системы канализации. Для полива технических культур в год из Сарбулака забирают около 20 миллионов кубометров воды. Общественник Елеусизов несколько лет подряд предлагает свой метод очистки воды Сарбулака. Дешево. Тогда все, что смыто, можно будет без опасений использовать в сельском хозяйстве. И не опасаться выхода озера из берегов. Вот это технология очистки. Это примерно вот то, что есть. Вот этот канал идет, и после этого идут вот эти очистные сооружения. То есть, вы предлагаете сбрасывать вот отсюда туда? Да. Очищая, прежде чем сбрасывать, такую биологическую очистку. То есть, это тростники, такие тростниковые четки, 500 метров длина, ширина 100 метров. Вот таких 9. У нас, в общем-то, одной части достаточно, чтобы очистить эту воду. Но мы сделали запас дополнительный, еще даже лазерную очистку. Озонирование воды делать. Одним словом, получается чистая вода в конце. Мы с господином Илюсизовым тоже неоднократно встречались и обсуждали эту проблему. И его предложение тоже в ходе разработки проектно-сметной документации будет рассмотрено. И разработчиками проекта, думаю, будет предложено наиболее правильное и реализуемое решение. У нас на правобережном Сарбуласском канале имеются биопруды. То есть, то, что предлагает Илюсизов, мы уже имеем. И эта система работает. Она действительно проводит доочистку. То есть, камыши устроены в специальные биопруды. И, проходя через них, камышовые растения проводят доочистку воды. Что еще хотят они предложить? Я не могу комментировать. Казахстанский ученый с мировым именем Виктор Инюшин предлагает свое решение сарбулакской проблемы. Воду сарбулака Виктор Михайлович называет мертвой. И считает, что из-за нечистот жителей культурной столицы гибнет флора и фауна Балхаша и Ильи. О том, как решить эту проблему. То есть, биоутилизовать и полностью нейтрализовать сарбулак. Вот. В чем суть? Создание специальной, так сказать, канальной системы, которая закрыта с помощью наночастиц. Озеро Инюшин предлагает накрыть специальным материалом. А на поверхности будут яблони цвести. Мы предлагаем не только сделать, значит, агрогидромодули такие плавучие, закрыть его всю поверхность, посадить на этой поверхности вот этот лес, вывести каналами от Куртинского водохранилища, нашими каналами закрытыми тоже, где будет самоочистка идти. И уже после куртов на основе анализа, так сказать, анализа биологического, биофизического, что это уже вода более-менее живая, спускать по Куртинке, вот, более в низкой части ли, вот, в случае, значит, переполнения водохранилища и так далее. Данные, это идет как популистские, можно сказать. Допустим, в свою очередь, мы тоже, допустим, не специалисты, не геологи, не рыбники, мы наняли специально, заключили договор с компетентными, лицензированными институтами. Вот, в свою очередь, то, что предлагает, допустим, накрыть озеро, вы сами представляете, допустим, у него идет ширина 5-6 километров, длину он 30 километров. Это где-то 58 километров квадратных. Как накрыть такую площадь, допустим, чем-либо? Эксплуатантам Сарбулака ученый мягко говорит нас больше. И с помощью деревьев, которые могли бы расти на накрытом озере отходов, предлагает получать электричество. Потенциал между верхушкой и корнями одного дерева 20-30 вольт. Гектар – это 100 киловатт. Тысяча гектаров – две алматинские теплоэлектроцентрали. Цена вопроса, по оценкам Виктора Михайловича, 2 миллиарда долларов. Запатентованы не только у нас, но в странах, таких как США, Япония, это наши патенты запатентованы. Вот о чем это говорит, что уровень-то высокий, надо использовать. Тем более мы за инновацию сейчас, за все это вроде бы говорим. Надо, надо. А сами японцам идем на поклон, или к южным корейцам, вот давайте нам сделать очистку. Они делают, значит, ультрафиолетом там, обеззараживают, как на Талдеколе там. А здесь ничего не обеззараживает вообще. С 2010 по 2012 годы на Сарбулаке проводили масштабные научно-исследовательские работы. За два года научные работники пришли к однозначному выводу, почти такому же, который на протяжении нескольких лет озвучивали общественные деятели. Укрепить плотины, реконструировать дамбы и технологическое оборудование. На дворе 2013 идет работа над созданием проектно-сметной документации. Разработчики, вероятно, подумают и об использовании метода Елеусизова, и о внедрении разработок Инюшина, и о покупке технологий иностранных коллег. Критических 900 миллионов кубических метров в Сарбулаке, надеемся, не соберется. И плотины с дамбами обязательно дождутся укрепработки. И люди все так же будут ловить рыбу и купаться в целебной Сарбулакской воде. И вместе с 50 тысячами жителей населенных пунктов ниже Сарбулака верить, что завтра восстановят водонасосную станцию и пляжную зону создадут, и водой из накопителя можно будет поливать кормовые. Но это завтра. А сегодня они просто ложатся спать и верят, что завтра это обязательно наступит. Продолжение следует...